Добрый вечер, коллеги! Давайте перед началом проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Нужно ли сделать потише, погромче. И будем начинать наш сегодняшний вебинар. Отлично, вижу, плюсики пошли. Значит, звук есть. И мы можем приступать к теме нашего сегодняшнего вебинара. Я напомню, что у нас сегодня вебинар еженедельный, который называется «Технический анализ с помощью элементов Price Action. 29 мая, понедельник». И я, как всегда, Роман Исаков, с вами на данном вебинаре. Также перед началом, как всегда, предупреждение о рисках, которые вы сейчас можете видеть перед собой на ваших экранах, которые вы можете прочитать. Но основная мысль заключается в том, что, во-первых, приходя на финансовые рынки, вы всегда должны понимать, что эта деятельность связана с риском. И прежде чем совершать какие-то операции на вашем реальном счету уже, нужно, в первую очередь, ознакомиться с этими рисками, их понимать. Риски могут быть различные, но основные из них заключаются в том, что, к примеру, некорректное использование кредитного плеча может привести к большим потерям, чем вы для себя могли запланировать. Поэтому важно все эти элементы для себя изучить. Ну и весь тот анализ, который мы проводим на данном вебинаре, он не может являться прямой рекомендацией к действию. Мы рассматриваем различные ситуации, различные инструменты, различные валютные пары. И я на этих вебинарах рассказываю свое мнение и свое видение. Конечное решение по входу в сделку или выходу из нее, оно всегда остается именно на вас. Хорошо. Итак, я думаю, что все готовы начинать. Все остальные участники уже успели за это время подойти. И сейчас я запущу метатрейдер. Мне потребуется от вас подтверждение, что он появился. И я отвечу на несколько вопросов, которые я получил на почту. Также, коллеги, напомню вам, что у вас есть возможность те вопросы, которые у вас появились за эту неделю, их также задать в онлайн-чате. Также, коллеги, напишите, пожалуйста, есть ли у нас те, кто присутствует впервые на этом вебинаре. Поставьте, пожалуйста, единицу, чтобы я понимал, какое количество участников на сегодня пришло впервые. Да, вот вижу Вадим. Итак, для тех, кто сейчас пришел впервые и подключится к нам чуть позже, я несколько расскажу то, что мы делаем на данном вебинаре. На этом вебинаре мы разбираем рынок с помощью элементов системы Price Action, основные инструменты – это валютные пары, индексы, сырье. Делаем такой недельный обзор, недельный разбор, во-первых, предыдущей недели, и смотрим, что мы можем ожидать от рынка на неделе предстоящей. Безусловно, здесь важно понимать, что рынок может меняться практически каждый день, поэтому я со своей стороны каждое утро записываю видеообзоры, на которых по возможности, да, по необходимости происходит корректировка тех вещей, которые мы разобрали ранее. Сейчас я в чат приложил ссылку на наш канал YouTube, на него вы можете подписаться для того, чтобы получать своевременное обновление, когда добавляется свежий обзор. Ну и ваши вопросы, безусловно, которые возникают в ходе вебинара, если в какой-то момент, когда мы разбираем тот или иной инструмент, вам становится что-то непонятно, пожалуйста, напишите этот вопрос в чат, мы обязательно сделаем остановку и этот вопрос разберем. Также, если у вас появятся вопросы уже после вебинара, сейчас я также приложу свою почту и продублирую ее в конце, вы можете всегда написать мне, и я отвечу на ваши вопросы. Поставьте, пожалуйста, плюс, что у нас появился метатрейдер сейчас, что он перед вами, и вы его видите. Отлично. Те вопросы, которые мне хотелось бы затронуть, один из участников курса персональной инвестиции, также данный участник посещает постоянно данный вебинар, прислал несколько вопросов, которые относятся и к тому, и к обоим встречам, к обоим вебинарам. И я думаю, что эти вопросы было бы полезно повторить всем участникам. Сейчас, одну минуту. Я эти вопросы зачитаю. Первый вопрос, который мы с вами разберем, перед тем, как мы перейдем к анализу текущей ситуации, он заключается в том, как определить пробой. Как определяется пробой. Второй вопрос относится к тому, можно ли применять инструменты, которые построены на основе элементов Fibonacci, для определения глубины коррекции. Итак, давайте начнем. Сейчас перед вами виден метатрейдер. Давайте откроем валютную пару, к примеру, пару евро-доллар. И посмотрим на ее примере. Я отвечу на первый вопрос, как определить пробой. Как мы его с вами можем определить. Здесь, безусловно, присутствует элемент субъективности. Я расскажу о том, как я это делаю. Во-первых, рабочий таймфрейм, на котором я для себя определяю пробой, это таймфрейм часовой. То есть, то, что будет меньше, уже будет в себе иметь больше погрешности. Почему часовой таймфрейм? Во-первых, когда я смотрю часовой таймфрейм, я понимаю, что на графике, вот у меня сейчас, к примеру, открыта пара евро-доллар, есть разделитель периодов. Здесь мы с вами видим, что на часовом таймфрейме у нас фактически присутствует один день. Один торговый день в сутки. То есть, так как это валютный рынок, это будет наиболее актуально, потому что у нас есть четыре основные торговые сессии. Это тихоокеанская, азиатская, европейская и американская. То есть, фактически, если мы видим часовой таймфрейм, открываем то, от одного разделителя до другого, у нас проходит 24 часа. То есть, полный круг, полная торговая сессия. Соответственно, почему это интересно? Потому что 24 часа показывает нам фактически настроение, основные настроения всех участников. То есть, если мы видим, что у нас, к примеру, торговый день закрывается ниже, чем открывается, так как это было, к примеру, 23 мая, то мы видим, что в этот торговый день основной характер торгов и основная сила в этот день на стороне продавцов. В те дни, когда мы видим, что открытие, к примеру, ниже закрытие, как это было здесь, то в этот день мы понимаем, что покупатели были гораздо сильнее. И вот данный таймфрейм я для себя определил как тот, по которому имеет смысл уже уточнять, что называется, точку для входа. Уточнять точку для входа. И, соответственно, уже на основании этого я вывел для себя как раз элемент пробоя. Я выявил элемент пробоя и, соответственно, уже те уровни, которые я для себя определяю перед входом в рынок, в зависимости от той или иной ситуации. Я для себя выбрал, что именно рабочий таймфрейм, он часовой. И уровень пробоя я для себя буду искать на часовом. Коллеги, сейчас звук должен появиться. Алексей, также подтвердите. Поставьте плюс, что звук есть. Да, отлично. Просто проверьте еще раз. Поэтому давайте разберем вот такой пример. У меня часовой таймфрейм, то есть все решения принимаются у меня именно на часовом таймфрейме. То есть вы данный способ определения можете спроецировать уже на вашу торговлю. То есть если вы работаете на 15-минутном таймфрейме и открываете сделку, к примеру, внутри дня, то это правило будет для вас применимо, но уже для 15-минутного таймфрейма. Соответственно, рассматриваем такой пример. У нас есть уровень, который для нас является значимым. Пока не привязываемся к тому, как он появился, он просто есть. И теперь давайте посмотрим, как мы можем определить, к примеру, пробой. Давайте нарисуем вот такие схематичные свечи. У нас свеча к данному уровню, к примеру, подходит. Это часовая свеча. Получается чуть больше, чем здесь, но нам важно сейчас понять сам принцип. Вот на текущий момент, то, что сейчас я показываю, это не является пробитием уровня. То есть пока это только первая попытка, первая попытка прокола данного уровня. Соответственно, следующий элемент, который у нас появляется, следующая свеча, которая открывается и закрывается полностью за уровнем, вот в данном случае именно эту свечу я смогу для себя применять как сигнал пробития. Потому что ситуации появляются очень довольно-таки большое количество. Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов. Но вот для того, чтобы полностью разобраться с данной ситуацией, то основной признак пробития, в зависимости от информации, который вы смотрите, это то, что свеча и открылась, и закрылась полностью за уровнем. То есть фактически, если мы видим, что у нас предыдущая свеча, которая у нас посередине закрылась по данной цене, затем открылась следующая, и она закрывается также ниже, то вот фактически она и для нас будет являться пробойной. В противном случае, если мы обратим внимание на этот пробой, у нас в следующем этапе могут появиться уже свечи, которые возвращают нас обратно. То есть фактически отменяют данный пробой. Вот как это было, к примеру, здесь. То есть цена подошла к уровню, который в определенный момент был значимый. Это самое минимальное значение, которое было 17 мая. К нему подошли 18 мая, то есть цена его проколола, затем следующий вернулся обратно. То есть фактически пробой был отменен. То есть в данном случае ситуация подтверждения пробоя для начала нисходящего движения, здесь его не было, так как свеча вернулась обратно. Поэтому данный элемент вы для себя отслеживаете. Если есть какие-то дополнительные вопросы, уточнения, то, пожалуйста, сейчас их напишите. И что я хотел дополнить в свой ответ. Это как необходимо действовать с точки зрения установки стоп-лосс уровня и с точки зрения открытия новой позиции. Потому что давайте вернемся к тому, что такое стоп-лосс. Стоп-лосс – это защитный ордер, который мы ставим по той цене, ниже которой держать сделку уже смысла нет. То есть фактически, если срабатывает наш уровень стоп-лосс, то вероятность изменения тенденции будет гораздо выше. То есть ниже этого уровня уже позицию держать смысла нет. Такие ситуации происходят как раз в тот момент, когда у нас, например, разворачивается рынок. Давайте для примера разберем ситуацию, при которой мы при нисходящем коррекционном движении, например, по паре евро-доллар, размещали стоп-лосс за максимум предыдущего торгового дня и постепенно его перемещали в ход за ценой, когда был следующий импульс, и закрывался у нас день. И, соответственно, если у нас был этот максимум 9 мая, то на следующий день, 10 мая, мы смогли его переместить сюда. Затем перемещаем дальше, затем еще дальше. И, собственно, наш стоп-лосс срабатывает 15 мая. То есть для стоп-лосса здесь несколько другая ситуация. То есть мы точно так же отслеживаем разворот, но здесь есть два разворота. Один разворот для того, чтобы у нас сработал ордер стоп-лосс, защитил нашу позицию, а второй разворот для открытия позиции. То есть это несколько разных элементов, потому что фактически стоп-лосс сработает без нас, то есть вы его поставили, и по той цене, которую вы его установили, при достижении этого уровня он сработает. А когда вы открываете новую позицию, то здесь вы уже анализируете по факту, то есть когда появляется данный сигнал. И что мы здесь видим? Фактически цена, например, срабатывания нашей стоп-лосса, она была примерно 1.08.95. То есть здесь мы еще не видим того сигнала пробития. То есть здесь цена фактически просто переписала это значение. И тут уже стоп-лосс и открытие новой позиции действуют несколько по-разному. Поэтому для закрытия позиции вручную, к примеру, если вы будете использовать здесь, лучше этого не делать, потому что, как показывает практика, если вы не используете фиксированный стоп-лосс, если вы не ставите до момента входа в рынок, то закрыть его, здесь вы его, к примеру, не закрыли, решили подождать, что цена вернется еще вниз, а она уходит на 150-200 пунктов, и убыток, по-вашему счету, растет. Поэтому лучше все убытки резать в тот момент, когда вероятность появления их становится гораздо выше. То есть здесь в данном случае уже уход выше максимум, к примеру, 11 мая, он был чреват тем, что коррекция завершалась. Я напомню, что основная тенденция по паре евро-доллар все-таки идет на повышение. И вот выше данного уровня уже позицию смысла держать и не было. То есть, ну, собственно, что мы видим, после этого цена ушла на 360 пунктов, сейчас несколько скорректировалось, но тем не менее. Поэтому в данном случае установленный стоп-лосс выше максимума 11 мая, защитил бы нашу сделку от продажи. Но входить в сделку мы бы начали именно на второй свече, которая появилась после. То есть свеча, если будете потом проверять, свеча, которая появилась 16 часов 12 мая. То есть, вот именно с нее уже после нее идет определение входа. То есть, отсюда можно покупать со стоп-лоссом за предыдущий минимум, то есть за минимум, который был 11 мая. И, собственно, дальше уже продолжаем тенденцию на укрепление, на укрепление текущего тренда. Какой еще один момент важно учесть? Это как далеко, во-первых, ставить стоп-лосс. Здесь есть такое универсальное значение, которое можно использовать. То есть, я думаю, что все помнят, что стоп-лосс у нас ставится за уровнем, и профи ставится внутри уровня. Так вот, стоп-лосс нам необходимо поставить выше какого-то значения. В данном случае выше максимума 11 мая нужно было его поставить. Но насколько выше? Я рекомендую рассматривать такое среднее значение. Это брать двойной или тройной средний спред по тому инструменту, который вы отслеживаете. То есть, если это пара евро-доллар и средний спред, к примеру, у Admiral Markets по данному инструменту составляет 1,2 пункта, то ставить на расстоянии примерно 2,5-3 пункта от максимального значения. Для того, чтобы случайно, к примеру, расширением спреда ваша сделка не была закрыта. Ну и все зависит, опять же, от характера вашей торговли. Если у вас торговля больше внутри дня происходит, то есть на таймфреймах меньше часового, то вы для себя можете рассмотреть настройки защиты от волатильности, которые позволяют минимизировать риск срабатывания, в том числе и на расширениях спреда. Это будет очень удобно. Но вот основной принцип заключается в этом. Если, коллеги, есть какие-то дополнительные вопросы, которые хотелось бы задать в отношении данного вопроса, то, пожалуйста, их напишите. Если вопросов нет, то поставьте плюсик, по крайней мере, как-то обозначите, что данный вопрос был понятен. Я перейду к следующему вопросу, который тоже был задан. Ну и, соответственно, показываю формат ответа на вопросы, к которому вы все приглашаетесь. Да, и у вас есть такая возможность. Отлично. Да, если вопрос увижу чуть позже, обязательно на него отвечу. Следующий вопрос, который был, он относится к определению коррекционных уровней с помощью инструментов Fibonacci. Как правило, это расширение Fibonacci, которое есть в стандартном наборе MetaTrader, то есть линии Fibonacci. И с ним его как раз можно использовать для определения тех уровней коррекции, которые могут возникать. То есть он используется, как правило, именно для этого. Я сразу же скажу, что в своей торговле я не использую активно данный инструмент, поэтому расскажу основные правила, на которые важно обращать внимание при использовании данного инструмента. Во-первых, здесь есть несколько важных уровней, это 23,6, 38,2, 50 и 61,8. Что он нам показывает, данный элемент? Данный инструмент Fibonacci показывает нам, может показать в перспективе, до какого уровня пойдет коррекция. Потому что мы с вами помним, одно из свойств тенденции, тренда, это то, что есть импульс, есть коррекция. То есть это те два элемента, которые не могут существовать друг без друга, то есть не бывает просто роста. То есть она рано или поздно в каких-то моментах останавливается, набирается сил и движется дальше. Так вот данный инструмент позволяет нам посмотреть, если мы увидели какой-то максимум, мы можем предположить, до каких уровней будет данная коррекция. Вот для примера, последний импульс, который у нас был с 11 мая по 18 мая, то есть фактически это один импульс. И установив решение Fibonacci, протянув от минимального до максимального значения, то есть внизу у нас 100, наверху 0, мы уже получаем примерно уровни коррекции, которые могут быть, а могут и не быть. Здесь это важно понимать. Ближайший уровень, которым, как правило, корректируется рынок, называется 23,6. Уровень 23,6. Вообще о расширении Fibonacci вы можете чуть более подробно почитать, откуда эти формулы были выведены. И это тоже тема отдельного вебинара у нас на YouTube-канале. Также есть записи в архиве, вы можете посмотреть, найти. Там более подробно это рассказывается. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Но вот данные уровни как раз выступают теми значениями, которым вероятно коррекция. То есть если цена дошла до 23, уровня 23,6, закрепилась ниже этого уровня, то уже открывается вероятность движения в области 38,2. Проходим 38,2, тогда к 50. Проходим 50, тогда в 61,8. Если проходим 61,8, то с большей вероятностью тренд уже развернется. То есть это будет уже не коррекция, а коррекция, которая переходит, уже меняет текущую тенденцию, и мы можем увидеть разворот. То есть данный элемент использовать можно, но в нем велика доля субъективности. Потому что, для примера, когда мы смотрели данную ситуацию, предположим, что мы находимся здесь 18 мая, в 4 утра мы открыли данный график, мы видим какое-то максимальное значение. Но мы не знаем, откуда начинается эта коррекция, потому что фактически мы эту линию могли нанести в любой точке по ходу этого движения. То есть могли его поставить здесь, могли поставить здесь, могли поставить здесь. Сейчас мы очень хорошо по факту видим данное значение, откуда пошла коррекция. Действительно она дошла до 23,6, закрепиться за этим уровнем не смогла, поэтому пошла дальше. То есть данный элемент, на мой взгляд, очень хорошо применяется уже в постанализе, когда все, в принципе, понятно, мы видим какой-то максимум, на него наносим. Вот видим, что сейчас цена опять стоит у уровня 23,6. То есть у данного значения. Хотя мы чуть позже разберемся с другой стороны, почему цена находится именно у этого значения уже с помощью элементов price action. Но, тем не менее, данный уровень, данный инструмент, он, как я уже сказал, на мой взгляд, не обладает достоверной информацией. То есть вообще определять коррекцию, безусловно, можно, но не для того, чтобы торговать на ней, а примерно для себя, понимать, где она может завершиться, для того, чтобы войти в новые сделки по направлению основного тренда. То есть это имеет смысл. А предполагать, до какого значения она дойдет, то есть я еще раз повторю свои слова, то есть уровни, которые мы видим, то есть там 23,6, 38,2 – это условные уровни. Они не являются какими-то железобетонными значениями, или, особенно, как многие трейдеры повторяют, то что цена должна туда прийти. Цена нам ничего не должна. Она придет ровно туда, куда придет. Наша уже задача – это максимально эффективно использовать для реализации наших целей. И, как один из элементов, безусловно, расширение Fibonacci, оно может быть использовано, но с ним нужно быть предельно аккуратным. То есть при комбинировании различных торговых стратегий этот элемент может быть интересен. Как какой-то самостоятельный сигнал, интерес в нем гораздо меньше. Хорошо, обсудили и Fibonacci. Теперь давайте вернемся уже в оставшееся время, посмотрим, что у нас происходит на рынке и какие текущие тенденции у нас есть. Собственно, по паре евро-доллар, начиная с последнего вебинара с вами был 22-го числа, 22-го числа, поэтому начиная фактически с 22-го числа, ничего пока на рынке не поменялось. Основная тенденция на текущий момент остается на укрепление. Пара подошла к области 1.12, одни из максимальных значений, которые были за последние, практически не год, но по крайней мере за последние полгода. То есть максимальные значения последний раз здесь были в сентябре прошлого года. И, собственно, подойдя к данному уровню, вполне ожидаемо начало коррекции, начало коррекционного движения, которое уже в свою очередь может позволить нам присоединиться к данному инструменту на покупку в момент завершения коррекции. Какие уровни здесь нам нужно на текущий момент отслеживать? На текущий момент последний из уровней, которые у нас согласовывались на часовом таймфрейме с подтверждением импульс-коррекция. Это 22 мая, то есть локальный максимум был в области 1.12,63. Этот максимум еще не был пока обновлен, не был переписан. Он был переписан 23 числа, но в этот день практически не было коррекции. И, соответственно, данные коррекционные значения, то есть цена в области 1.11,59. Вот на текущий момент одним из как раз основных элементов будет то и сигналом, особенно то, что мы рассматривали с точки зрения пробития. Если цена уходит ниже данного значения, то тогда мы можем говорить о начале коррекции, о краткосрочном коррекционном движении по паре евро-доллар. Пока мы торгуемся выше, данное значение приоритет покупок, в том числе на часовом таймфрейме, он остается на повышение. Приоритет покупок для, к примеру, четырехчасового таймфрейма, он остается на уровне 1.10.73. А приоритет покупок для дневного таймфрейма, он остается в области 1.08. То есть здесь уже видна взаимосвязь таймфреймов. Соответственно, если у нас дневной дойдет на повышение, четырехчасовой идет на повышение, и часовой, пока еще, но вероятность начала коррекции на велика, пока еще этого не произошло, это может быть, соответственно, как мы данную ситуацию можем использовать уже для себя. Во-первых, продолжение импульса, мы его сможем увидеть в двух случаях. Первый случай, если цена уходит ниже данного уровня, давайте обозначим, как мы это делали, для закрепления, как по свечам определить пробой, то есть у нас закрывается, по крайней мере, одна свеча часовая ниже данного уровня, то есть полностью и открывается, и закрывается за этим уровнем. Соответственно, с этого момента мы можем говорить о начале коррекционного движения нисходящего. Что это значит? Это не значит, что сейчас сразу же нужно продавать, потому что основное направление, основная тенденция все-таки идет пока на укрепление. Это означает, что в момент, когда данная коррекция будет завершаться, мы сможем найти для себя наиболее интересные точки для присоединения по данному активу. Давайте смоделируем такую небольшую ситуацию, как это может выглядеть, к примеру, через один день, через три дня, через четыре дня. Затем уже на нашем YouTube-канале, напомню те обзоры, которые выходят, на них я уже по необходимости буду корректировать данную ситуацию и пояснять, что произошло нового, какие ситуации поменялись, к примеру, на рынке. Итак, давайте возьмем такой пример. То есть сна у нас, к примеру, уходит в понедельник ниже данного значения и останавливается у какого-то уровня. Затем у нас вторник. Прошу прощения, затем у нас уже среда. Дальше цена несколько... Пока еще мы видим, что цена не уходит ниже уровня на четырехчасовом таймфрейме. В четверг мы видим как раз возвращение уже пробития максимума предыдущей торговой сессии, закрепление за ним. То есть также у нас цена за ним закрепляется. И вот фактически с этого момента мы получаем сигнал, что отсюда можно покупать с ближайшим уровнем стоп-лосс для часового таймфрейма за 1.10.95. То есть именно за минимум данного торгового дня. Соответственно, ближайшая цель уже по данному движению будет то это область 1.12.68. И фактически уже здесь мы для себя смотрим с точки зрения соотношения риск-прибыль и насколько нам данная сделка будет интересна. Сейчас мы рассмотрим те элементы, которые уже смотрели по другим парам. Подобная ситуация. По паре евро-доллара здесь второй элемент, второй сигнал будет заключаться в том, что если цена все-таки краткосрочная, к примеру, завтра у нас закроется текущий день, он закроется, не обновив пока ни локальный максимум, ни локальный минимум, вот там же, где он сейчас. Я напомню, что сегодня банковский выходной также в ряде стран, поэтому по многим инструментам ликвидность довольно-таки небольшая, то есть торгов проходит мало, и поэтому мы видим по ряду инструментов в такой затишье, что называется. Завтра уже рынок может быть более активен. И как раз данный элемент либо пробоя вниз, либо уже уход выше максимальные значения, которые были сегодня, нам подтвердит фактически альтернативный сценарий, то есть цена уходит выше данного значения, тогда уже на покупку уже можем пойти с этих уровней. То есть это будет сценарий альтернативный, при котором с данных уровней сразу же можем уже пойти наверх. Следующий сценарий, то есть цена все-таки уходит ниже отметки 10.75, то тогда коррекция в область 1.08 уже становится более вероятной, но не отменяют еще основу на покупку по данному инструменту. То есть можно ли работать на коррекции? Это безусловно можно, но старайтесь по крайней мере уменьшать риск. То есть брать его в 2-3 раза меньше, чем в тех сделках, которые вы открываете уже непосредственно по тренду. Вот чуть более интересная ситуация сейчас происходит по паре британский фунт и американский доллар. Если мы рассматриваем текущее направление, текущую тенденцию, к примеру, для таймфрейма дневного, то основное направление у нас все так же остается на укреплении. Сейчас довольно-таки интересно, то что цена была пробита в апреле этого года максимальное значение с октября 2016 года в области 1.2768. Этот уровень пробили, сейчас цена к нему подошла еще раз, то есть фактически тестируя его как уровень поддержки. Сейчас в рамках дневного таймфрейма важно отмечать следующую ситуацию. То есть если все-таки цена для дневного таймфрейма, вот опять же сейчас элемент пробития, уходит ниже и закрепляется за отметкой 1.2772, то есть дневный таймфрейм свеча, и открылась и закрылась ниже этого уровня, то тогда уже вероятность движения в области 1.24 будет гораздо выше. Пока мы торгуемся выше данного значения, пока мы не ушли вниз, приоритет все-таки остается сделком непосредственно на покупку. На прошлой неделе мы видели начало, давайте начнем с 4-х часов таймфрейма, начало коррекционного нисходящего движения, то есть прошли порядка 280 пунктов, если берем от максимального до минимального значения, и остановились как раз в области 1.2770. Что на текущий момент мы можем ожидать, беря во внимание то, что для нас приоритет пока остаются сделки на покупку? Именно завершение коррекции, которое позволит нам открывать сделки уже на повышение. Давайте посмотрим точно такую же ситуацию, например, с парой британский фунт, американский доллар. То, что мы сейчас сделали, фактически с парой евро-доллар. Итак, для примера, у нас формируется локальный максимум сегодняшнего дня, то есть в область 1.2850. Завтра открывается торговый день, цена уходит ниже, то есть обновляют локальный минимум, и фактически у нас обновляется уже следующий коррекционный уровень. доходим до какого-то ценового значения. У нас закрывается день. Следующий день также продолжаем движение вниз. Вот я напомню, что эта формация может состоять из одного элемента, может состоять из пяти элементов. Сейчас самое важное разобрать тот принцип, по которому он фактически складывается, данная система. И уже если на следующий день мы видим уход выше коррекционного уровня для часового таймфрейма, то есть закрытие выше дня, к примеру, 31 мая, то уже фактически с этих уровней вероятность продолжения восходящей тенденции будет уже гораздо выше данного элемента. Нам открывается возможность сделать на покупку. Единственное, что важно отслеживать, чтобы данный элемент произошел, данная ситуация произошла все-таки выше отметки 1.27. Сейчас я это скорректирую. Все-таки подниму выше, потому что если цена уходит ниже данного уровня, то и закрепляется за ним, в том числе на дневном таймфрейме, то вероятность движения исходящего будет, безусловно, выше. То есть, так скажем, та сделка, которая для нас будет интересна в данном случае. Да, вот сделано таким образом. Соответственно, когда, если мы увидим, что цена уже обновляет, в чем здесь логика? Я сейчас попробую рассказать свои рассуждения, то есть, объяснить именно словами, что здесь происходит. Мы видим какое-то минимальное значение, которое нам пара показала в пятницу на прошлой неделе. Уровень значимый. В понедельник открылись сразу же на повышение, соответственно, покупатели в этот день преобладали. Если на следующий день продавцы все-таки не смогут продавить этот уровень, а в какой-то определенный момент покупательская способность уже, я имею в виду, активность покупателей превысит активность продавцов, то есть, фактически уже покупать будут больше, чем продавать, мы с вами увидим, что торговая сессия закрывается на повышение. То есть, здесь вот в этот момент объем торгов может быть абсолютно одинаковый, но здесь силы, так скажем, были равны. Здесь неважно, объем был 5 миллионов, 5 миллиардов, 5 триллионов, не столь во, что силы были примерно одинаковы в этот момент. А уже на следующий день становится понятно, кто вышел из этой битвы победителя. То есть, мы видим, что покупатели уже начинают преобладывать. Соответственно, начинает восстанавливаться движение уже на покупку. И с этих цен, с этих уровней уже интересно входить по данной паре с ближайшими целями в области 1.30. Тогда мы получаем наиболее интересное соотношение риск-прибыль. То есть, в тот момент, когда коррекция заканчивается, мы присоединяемся в сторону основного тренда. То есть, вот в чем здесь заключается основной интерес. И основной принцип это поиска ситуации на присоединение. Давайте посмотрим по австралийцу, потому что данная ситуация была на прошлой неделе. Вот на текущий момент вернемся чуть более крупного таймфрейма. Дневной таймфрейм по австралийцу. Здесь мы видим, что тенденция по дневному таймфрейму идет на понижение. То есть, фактически, ближайшая цель – это движение в области 71.81. На текущей цене цены порядка 250 пунктов. Что мы видели на прошлой неделе? На прошлой неделе мы видели движение, которое началось 9 мая и до 23 мая. То есть, фактически, две недели цена была в коррекции. То есть, это движение, о котором мы говорили, является коррекционным. И завершение данной коррекции может являться интересным сигналом для присоединения уже по данной паре на продажу. Соответственно, у нас есть 23 мая. Следующий день цена закрывается. Мы видим элементы пробития. То есть, полностью свечи и открылись, и закрылись за уровнем. И, собственно, данный сигнал дает нам возможность открывать сделки уже на продажу, в сторону основного тренда с уровнем стоп-лосс за предыдущий максимум. То есть, фактически, мы видим, что цена выше данного максимума, хоть в полотно и подходила, но выше. То есть, отмена данного сценария у нас пока еще не было. Соответственно, тенденция на продажу у нас остается в силе. И на текущий момент, ближайший коррекционный уровень по данной паре, по данной ситуации, он все еще находится в области 75-16. Когда мы сможем его перевести? К примеру, у нас был максимум, который сформирован был в пятницу. То есть, у нас было минимальное значение, зачем скорректировались. И сейчас, для того, чтобы переместить, к примеру, данный разворотный уровень уже ниже, нам необходимо увидеть следующий импульс, при котором цена обновит минимум в области 74-21. То есть, фактически, если мы увидим вот такое движение, то может быть сегодня утром, прошу прощения, сегодня вечером еще впереди, либо завтра с утра на открытие рынка. То есть, там Австралия движется наиболее активно всегда. Соответственно, уже тогда данный коррекционный уровень будет смещен. Но пока он находится на максимуме 75-18. Поэтому, фактически, если говорить о продажах сейчас, то они также возможны, но стоп-лосс нужно ставить здесь. Соответственно, если цена уходит ниже данного уровня, то уже отчасти мы можем войти с более интересным стоп-лоссом. Тогда при коррекции обратно к данному уровню стоп-лосс за максимум 26 мая. Ближайшая цель область 73-23. Но, безусловно, наиболее интересно присоединение по данной системе в тот момент, когда тенденция разворачивается. То есть, в самый первый момент, когда мы получаем первые признаки разворота. Чем дальше вы осуществляете вход, тем вероятность, во-первых, соотношение риск-прибыли будет уменьшаться и вероятность положительного исхода будет гораздо меньше. Поэтому, если вы входите, к примеру, не при первом данном сигнале, то уменьшайте, по крайней мере, риск. Входите с чуть меньшим риском в данную позицию. И, в свою очередь, если вы используете элемент добавления, то есть, в момент одной позиции вы добавляетесь, то есть, открыли, к примеру, одну позицию здесь на продажу, затем здесь, затем дальше. То есть, сопровождаете вашу сделку и постепенно открываете еще дополнительную позицию в сторону основного тренда. То есть, также старайтесь риск, объем уменьшать. Для того, чтобы уменьшать и риск по вашему депозиту. Вот, для примера, перескочим несколько каналов, посмотрим пару американских доллар-японской иен. То есть, фактически, данная ситуация, данный элемент, произошел у нас 10 мая, был сформирован локальный минимум. Фактически, пробитие его произошло 12 мая, а уже, например, 15 мая, либо по отложенному ордеру, либо непосредственно по рынку, мы могли присоединиться в сторону, соответственно, нисходящего импульса, так как основная тенденция по паре доллар-иена остается нисходящая до тех пор, пока пара торгуется ниже отметки 115.41. Собственно, текущая тенденция не поменялась. Мы также движемся уже по направлению вниз, но был ряд коррекционных движений, которые мы видели локально. Я напомню, что здесь использовать данную ситуацию в работе можно было несколькими способами. Можно было выйти, к примеру, при обновлении максимумов 18 мая, то есть выход бы произошел примерно 24-го, либо 23-го мая, либо, по крайней мере, закрыть сделки частично. Но для движения, которое может составлять порядка 470 пунктов, здесь нужно выбирать несколько другие стратегии. Здесь важно понимать, что цена туда не придет за один день. То есть для того, чтобы цена туда дошла, может потребоваться несколько циклов и несколько, соответственно, возможно, недель. Поэтому, если вы ставите для себя цель среднесрочную, то и, к примеру, уровень стоп-лосса, он тоже должен быть на среднесрочном уровне, а не на краткосрочном. То есть это должно быть согласовано, безусловно. Поэтому на текущий момент один из уровней, который здесь имеет смысл сейчас рассматривать, это максимум 24-го мая. Уже на прошлой пятнице у нас был следующий импульс. То есть фактически сейчас мы только получили следующий коррекционный уровень, за который мы можем переместить уровень стоп-лосс. Область 112.14. И, соответственно, это мы и сделали для того, чтобы обезопасить нашу позицию. Соответственно, уход выше данного уровня может нам сказать о начале вновь коррекционного движения по паре американский доллар-японская иена. Пока мы торгуемся ниже, вероятность движения уже к нашей цели в области 108 сохраняется наиболее вероятно. А пара американский доллар-канадский доллар. Что мы видим в рамках, к примеру, дневного таймфрейма? Здесь мы видим, что цена уходит ниже области 1.35.76. То есть пока это еще не отмена сценария восходящего. Для восходящего сценария у нас находится уровень в области 1.32.20, 1.35 – это именно тот минимум, с которого у нас минимальное значение коррекции, с которого пошел следующий импульс. Соответственно, пока мы торгуемся выше данного значения, тенденционное укрепление остается в приоритете. Коррекция идет довольно-таки затяжной. Мы это видим. То есть она прошла порядка 380 пунктов. Безусловно, использовать это также можно было, но, как я уже говорил, по крайней мере уменьшать риск. И на текущий момент ближайший коррекционный уровень, который мы можем отметить по данной паре, находится в области 1.35.40. То есть это максимум, который был 24 мая. Соответственно, если пара уходит выше данного значения, закрепляется за ним, то тогда уже мы сможем искать точки для присоединения на покупку по данному активу со следующим движением уже в область 1.37.94. Со следующим импульсом. Следующая пара, еврофунт, которая была включена в наш обзор не так давно, по просьбам, так как многие трейдеры ее торгуют и, собственно, любят благодаря ее волатильности. По паре еврофунт, то есть, ну, собственно, мы видим, что уже посмотрели, что британский фунт падает, евро, ну, не падает, но находится в коррекции. То есть фактически здесь падение фунта, которое мы видели на прошлой неделе, сыграло ключевую роль в том движении, которое мы видели по данному активу, по данным инструментам. Фактически продолжается рост. И среднесрочный уровень по данному инструменту находится в области 0.86-0.1 максимум, минимум, который был 24 мая. То есть, если цена уходит ниже данного значения, то вероятность начала коррекции и нисходящее движение будет, безусловно, выше. Ну и также подошли к максимуму, который был в середине марта этого года. То есть, ближайшая цель для восходящего движения это уйти выше данного уровня. Закрепляемся за ним. Если закрепляемся выше этого значения, то есть, следующая цель уже на 88, дальше на 90 соответственно. Переходим дальше. Индекс DAX. По индексу DAX в пятницу мы видели уход ниже краткосрочного уровня, минимум, 23 мая. За этим значениями закрепились. Поэтому сейчас в рамках краткосрочного движения по индексу DAX мы находимся в коррекции. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если цена уйдет выше максимума 25 мая, то есть, за 121715. Соответственно, уже после обновления локального максимума, то есть, когда завершается коррекция, мы получаем также интересную возможность для присоединения по данному активу в сторону основного тренда, куда, собственно, индекс DAX движется последние полтора года. И напомню, что были обновлены локальные максимумы, то есть, максимум, который был два года назад, его обновили не так давно. И, собственно, здесь мы можем ожидать, безусловно, следующего рывка, но вполне вероятно, что перед этим мы увидим коррекцию по данному активу. Золотом. По золоту, фактически, сейчас мы видим уже следующий импульс на продолжение. Уже цвет мы можем поменять на красный. По данной ситуации пробить для среднесрочного таймфрейма. И обращу ваше внимание, что для более крупного таймфрейма ближайшая цель движения – это область 1295 долларов за тройскую унцию. Именно туда золото и движется на текущий момент среди для четырехчасового таймфрейма. Ближайший коррекционный уровень находится в области 1246 долларов за тройскую унцию. Ну, а для часового таймфрейма здесь мы можем взять минимум, который у нас был, соответственно, зафиксирован в пятницу в области 1252 долларов за тройскую унцию. Что нам дают эти уровни? Фактически, если вы находитесь в покупках по данному активу, то уровень стоп-лосс имеет смысл ставить именно за него, именно за область 1252 долларов за тройскую унцию. Потому что уже был в пятницу обновлен локальный максимум, что подтверждает настрой движения дальше на укрепление золота. Ну и, соответственно, если вы в какой-то момент находились в продажах, то уход выше, да, и закрепление выше отметки 1265 долларов уже отменяет сценарий краткосрочных продаж, да, по данному активу, по данному инструменту. То есть импульс на укрепление сейчас здесь продолжается. Нефть марки Brent среагировала на те данные, которые были по нефти 25 мая, поэтому нефть, ну и в том числе нефть марки Brent, которую мы рассматриваем на данном обзоре, ушла ниже отметки 53.10, поэтому сейчас фактически мы находимся в краткосрочном нисходящем движении, но уже видны попытки уйти выше, собственно, максимума, который был зафиксирован в пятницу, да, на прошлой торговой сессии. Вот сейчас мы видим по нефтемарке Brent то, что предыдущая свеча, 18-часовая, да, фактически сформировалась за уровнем 52.36, то есть это один из сигналов того, что мы получаем подтверждение на продолжение восходящей тенденции. Но здесь я обращу ваше внимание на несколько элементов. Во-первых, элемент из фундаментального анализа, да, сегодня рынок в большинстве, ну, в том числе Великобритании, да, где на бирже которой, в том числе торгуются и часть контрактов по нефти, рынок закрыт, поэтому здесь имеет смысл дождаться открытия завтрашней торговой сессии для того, чтобы посмотреть, как произойдет ее открытие и если оно подтвердит настрой движения уже выше отметки 52.37, то, собственно, рассматривать ситуацию на присоединении по данному активу. Если цена все-таки уйдет ниже данного уровня и мы увидим, к примеру, обновление локального минимума, то это нам скажет о том, что коррекция по нефти продолжается. То есть мы увидим дальнейшее нисходящее движение по данному инструменту. Ну, посмотрим, как завтра рынок откроется. Ну, и, собственно, индекс доллара, примерно та же самая картина, что и по нефти. Сегодня с утра мы видим, что стоит в области 97.35, да, уровень. Ближайшая цель все-таки уйти, да, и обновить максимум, который у нас был в пятницу, это 97.47. Для продолжения продаж, да, по данному инструменту, по данному активу, нам необходимо увидеть уход ниже 96.94, то есть завершение вот данной коррекции, которая была, и тогда уже вполне вероятно мы увидим продолжение нисходящего движения по данному инструменту, по данному активу. Итак, коллеги, по основным инструментам, которые я хотел сегодня разобрать, мы с вами поговорили. Если у вас остались вопросы по какому-то активу, по какому-то инструменту, пожалуйста, напишите их в чат, возможно, появились какие-то дополнительные вопросы. У нас есть еще несколько минут, поэтому, пожалуйста, дайте знать по вашим вопросам. Вопрос по паре британский фунт швейцарский франк. Хорошо, давайте посмотрим, что по данной паре у нас происходит и что мы там можем найти. Давайте вместе попробуем это сделать. Итак, если рассматривать, к примеру, дневной таймфрейм, то здесь один из уровней, который я бы отметил, это минимум, собственно, в области 1.2191 для продолжения восходящего движения. То здесь все-таки движение на покупку остается на укреплении. Пока торгуемся ниже отметки 1.2191. Пока торгуемся выше отметки 1.2199. Соответственно, уже на более мелких таймфреймах нам необходимо получить сигнал на завершение коррекционного движения в рамках 4-часового таймфрейма и уже входить непосредственно на покупку, когда появляется данный сигнал. Сейчас то, что я вижу, здесь никаких сигналов пока на покупку не было. То есть, мы в рамках 4-часового таймфрейма данный уровень был пробит. Данное значение больше было к среднесрочному уровню. И, собственно, тенденция продолжается на снижении и в рамках в том числе и часового таймфрейма. То есть, в рамках часа мы пробили уровень максимум, который был 10 мая и на текущий момент каждый последующий максимум все идет ниже и ниже предыдущего. Но для часового таймфрейма здесь пока я бы рассматривал область именно максимум 24 мая, потому что фактически следующее снижение, которое было, оно было практически без коррекции. Вот мы это видим. И вот следующий элемент, если мы увидим к примеру вот данную ситуацию, то есть цена предположим, что останавливается здесь, мы видим следующий импульс и вот тогда мы сможем переместить вот данный уровень разворотный уже за максимум, который мы обозначили только что и уход уже выше данного значения, вот такая формация, может нам дать сигнал как раз на покупку. но пока здесь никаких элементов мы не видим. Собственно, куда, как начали падать, когда это было 11 мая, так тенденция нисходящая по данной паре и продолжается, поэтому здесь будьте внимательны по данной паре. то есть о покупках здесь стоит думать, но пока только думать, то есть ждать хорошей ситуации для присоединения. А вот вопрос от Александра или Александры, к сожалению, не вижу как правильно. Как канадский доллар коррелирует с нефтью? Давайте я покажу, как это можно следить. Давайте возьмем. Сделаем таким образом. Откроем два графика. Давайте сделаем нефть марки бренд. Откроем новый график и пара американский доллар, канадский доллар. Для того, чтобы посмотреть корреляцию наглядно. Закрываем этот график. Он нам пока не нужен. Канадец и чуть повыше сделаем. Перематываем на самое начало и давайте посмотрим, к примеру, таймфрейм дневной. что мы здесь видим? видим здесь то, что если у нас график, если растет нефть, значит у нас растет и собственно инструмент американский доллар, канадский доллар. корреляция здесь прямая, по крайней мере, то, что мы видим последний год. Соответственно, так как Канада это та страна, на которую важна в том числе и высокая цена на нефть, то есть, так как она является страной-производителем нефти, то рост котировок нефти приводит к росту и непосредственно стоимости самой национальной валюты. Поэтому здесь ту корреляция, которую мы видим фактически в последнее время, она несколько нетипична. Если мы возьмем чуть более крупный таймфрейм, посмотрим, давайте попробуем сделать это на недельном таймфрейме все-таки, то собственно те ситуации, при которых мы видели, можем сейчас посмотреть, то те ситуации, когда нефть начинала падать, американский доллар начинал расти. В те ситуации, когда нефть начинала расти, данный парень начинала снижаться, то есть, фактически канадский доллар начинал стоить дороже, чем американский доллар. то здесь соотношение такое нефть растет а вот как оно должно быть в принципе то есть нефть растет канадский доллар растет тоже но вот сейчас вот примеру это довольно таки интересно то что мы видим что данная корреляция она собственно ее нет то есть мы видим одно и то же самое движение и по канадцу и понятие по нефти то есть нефть вроде растет но и снижается в свою очередь канадский доллар то есть это ситуация довольно таки интересно австралийский доллар золото точно такой же ответ австралийский доллар как страна ну как страна в которой добыча золота развита очень хорошо и страна которая является одним также экспортером золото цены на данный актив давайте посмотрим а раз мы начали вот с таких примеров давайте откроем золото поместим его вниз и австралийский доллар к американскому доллару поместим наверх собственно опять же недельный таймфрейм что мы здесь видим золото растет австралийский доллар также растет давайте посмотрим чуть более мелкий таймфрейм а золото к примеру начинает снижаться но как это было в апреле семнадцатого года и собственно по стрельцам и также видим данное снижение то здесь точно такая же зависимость золото растет австралийский доллар укрепляется золото падает австралийский доллар падает вместе с ним хорошо коллеги если пока вопросов нет я напомню что у вас всегда есть возможность прислать их мне на почту сейчас я прикладываю свою почту в чат поэтому если вопросы появились которые и появятся уже после этого вебинара то обязательно напишите мне на почту я либо отвечу вам в письме либо вынесем уже также на обсуждение на нашем следующем вебинаре который пройдет также в 19-30 по московскому времени следующий понедельник где мы уже разберем те ситуации которые произошли на этой неделе и посмотрим что можно ждать от рынка на неделе предстоящей также напомню что необходимо для того чтобы всегда быть в курсе актуальных событий подписаться на наш youtube канал там вы также сможете найти видео обзор примеру фундаментальных событий который а мой коллега фридерик сегодня записал специально для вас и вы его можете посмотреть на нашем youtube канале и завтра всех приглашаю на вебинар фридерика который пройдет в 20-30 по московскому времени ссылку на регистрацию на этот вебинар если вы на него еще не зарегистрированы и я вам сейчас а также приложу в чат фридерик он специализируется и больше внимания уделяют именно фундаментальному анализу поэтому чтобы вам для себя сопоставить примеру то что мы с вами рассматривали сегодня да мы делали упор больше на технический анализ и провести параллель а уже с анализом фундаментальным тут я призываю вас зарегистрироваться на вебинар а фридерика который пройдет а завтра и прикладываю ссылку на этот а вебинар и так коллеги всем спасибо за внимание будем прощаться до нашей следующей встречи как всегда ваши вопросы присылайте на почту либо оставляйте под видео под комментариями к нашим ежедневным обзором которые публикуются это возможно и это необходимо делать чтобы я смог получать от вас обратную связь ну и собственно увидимся на следующей неделе всем желаю хорошей торговой неделе продуктивной и до новых встреч всем спасибо и до свидания спасибо 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 спасибо